всем привет народ сегодня у нас 1 августа 2000 22 года надо качать мед наших пчелок сейчас у нас все цветет еще смотрите вот такие цветочки это тоже медоносы слышите за как все гудит куб колокольчик или как кувшинчики пчелам летают собирают ну цветы сейчас цветут сейчас сейчас все цветет смысле пчелки работают пчелки работают и надо начать уже мед взять хотя бы от наших челка одну рамку и забирал мед мы поели очень вкусный обалденный мед свой настуральный как сибирский таежный как разно траве это не касается как работают сегодня будем качать мед сегодня с отстройки немного отдохнем один день и займемся нашими пчелками но мы забрать мед свой офигенный вот по цели все цветет мы сейчас сейчас как уже доник видимо отцвел много еще цветов у нас не поля полей здесь даже близко нету вокруг тайга он лес везде вокруг нас там только вверху город а так вот с трех сторон тайга лес вот он видите и поляны с цветами разными лесными поэтому мед у нас разно травмы что-то такого одного нету собирается все отовсюду откуда можно поэтому сегодня посмотрим сколько как накачали чего кого хоть немного меду наберем пчелки тот желтый улик это отводок который я делал без матки он уже развился уже нормальная такая наверное не мощная семья ну такая средненькая но вот это должна быть посильнее семья вот если бы я бы ее не делил и если бы они бы не улетели я представляю какая бы супер мощная семья была здесь была бы и конечно меда было бы очень много если бы не бы ладно первый раз первый раз будем качать мед первый раз это все происходит почему у меня нет уже попробовали поэтому классное дело пчелы таскать я думаю может вообще его не будет нет пчелы таскают вот солнце начинать свести поэтому мед будет сейчас я вам покажу сегодня ценят стройки немного отдохнем вот медогонка уже все помыли и приготовили на 4 рамки так что сейчас кому интересно смотрите что как накачаем сколько выйдет обязательно покажу попозже увидимся вот приготовили питомный питомный медогонку четырех рамочная с поворотными метями наклоне что ли стоит ладно короче вот так будем мы это дело качать с первого в банку а потом будем переливать посмотрим так что у нас получится подул ветерок хоть немного попрохладней сейчас немного за за 30 градусов сейчас все приготовим сыночка мы первый раз жизни будем качать наш первый мед челки работают ну все давайте сейчас буду открывать или здесь стоит разделительная решетка здесь меда вообще фактически нет ладно сейчас будем смотреть ладно пока пока выключить сейчас посмотрим я повредила сильно на первый раз видите вот этой черканул за брус как как сота повредил с первых рамок вот с первых четырех рамок руку повредил ладно научимся тоже видите повредил как а аккуратнее аккуратно ладно пчелы надеюсь достроит ну вот с первых четырех рамок немного накапало здесь немного испачкался главное сейчас все дальше качаем надо ставить разделительную решетку обязательно вот закрытый открытый раз в том улике стоит разделительная решетки очень удобно и хорошо в этом я хотел посмотреть как что будет как бы теперь на следующий год в каждом улике будет стоять разделительная решетка чтобы без проблем откачивать ну чтобы не было расплода но это чтобы такого не было ну ладно все сейчас качаем выливаем он уже собрали соседи угостим и сами будем кушать так народ вот собрали мы мед это откачано чисто с верхних корпусов 2 это я одну рамку не тронул с медом потому что там лазила матка я оставил не стал шевуршить это у нас получается с знаете там там некоторые рамки были немного меда это примерно если там с двух корпусов они 10 рамочные ну примерно с 14-15 рамок вот столько вышло меда 1 1 нижние корпуса гнезда я не трогал вообще пускай это будет пчелом а вторых со вторых вот угостили соседа нашего золотого хорошего ему пол-литра я налил ну вот как раз видите 2 на 12 литров вышла у нас это меда на зиму нам это вполне достаточно смотрите цвет какой красивый это чисто разнотравия наши сибирская так что можно пчел держать пчел это семьи семьи знаете семьи я не скажу чтобы такие сильные были ну я я уверен если будет сильно семья было бы намного больше меда ладно это первый раз первый мой в жизни мед который я сам как я сам ну пчел вот я держу и вот первый раз в жизни я накачал меда столько это очень приятно когда вот такая отдача даже если вот этот если считать но семья у нас стоит 6000 до вот такая банка я не знаю насколько но она около 2000 будет стоить у нас вот эта банка нашего меда он потому что наш мед он не дешевый сибирский мед но я думаю около 2000 даже полтора тысячи пускай вот на 6000 если сейчас продать вот эти четыре банки это уже семью семья оправдает вас поэтому пчелу выгодное дело я я так смотрю даже у нас вот стационарно а на следующий год дай бог сейчас они у меня будет зимовать на улице в этих попу ульях посмотрим как перезимуют на следующий год я уже буду делать немного по-другому уже начинаю понимать надо семью сделать такую мощную когда будет мощная семья там уже меда будет в разы больше так что до час будут говорить на улице качать нельзя так нельзя так нельзя ладно вы не говорите мне это ладно я знаю как можно как нельзя но первый раз надо конечно помещение что пчелки это летели немного правда когда мы качали на запах летела ну совсем немного поэтому если бы не было бы взятки я думаю там было бы полное интересно было посмотрим может быть они еще до собирают мед может быть еще получится качать посмотрим к середине августа что там будет может быть еще даже успеем подкачать меда вот вот такой красивый красивый цвет дай какой-то вот в темный и вкусный запах обалденный ну и вот сегодня у нас выходной будем сейчас жарить шашлыки попозже увидимся ну а это урожай яичек наш от наших кур 85 яиц снесли сегодня наши курочки сейчас отбираю чистые суда есть который грязные яйца их и будем мыть что яйца яйца пользуются с большим большим спросом куриные так вот этими яйца нашу . несутся индоутки тоже хорошо несутся ну я их отлично шунган кутиными яйцами я кормлю попугаев сегодня жарко попугаев на днях покажу сколько как свинцов там там вообще обалдеть парочка одна дала пинцов так что собираем урожай когда когда занимаешься своим любимым делом результат всегда очень очень хороший потому что ты это дело понимаешь ты знаешь как ну она идет очень легко и в радость когда занимаешься не своим делом ну там конечно все тяжко для меня мое хозяйство мое вот это хозяйство это удовольствие я я от него тащусь получать большие удовольствие от своего хозяйства девки жарко сейчас сейчас немного попрохладнее стало идут за мной сейчас еще вам покажу урожай но вот урожай опарыша вот урожай какой хороший пред куколка уже темная скоро муха пойдет жарко жарко наверх вылез наверх личинка вся пошла черные львинки с ясли тоже вытащил с брудера здесь тоже его кишит сейчас здесь вообще сухо сейчас надо кормить будем сейчас кормить курочек черной львинкой ну и перепелов идемте покажу раз уже посмотрим как они несутся вот я наверное вчера не собрал потому что здесь много яиц вот я с я показывал до снимал какие огромные яйца несут перепела но не все но есть просто гигантские яйца это следствие я думаю того что они едят черную львинку яйца просто просто огромные есть среди обычных яиц но вот сегодня сегодня у нас выходной делаем шашлыки наивкуснейшие поэтому занимайтесь своим делом который идет от души и с вами будет всегда прибыль удача везение всегда будет с вами поэтому ну все вот так мы сегодня накачали мед делаем шашлыки ну и все остальное занимаемся своим любимым делом и получаем от этого удовольствие и все не только удовольствие ну и прибыль неплохую так что ладно всем пока скоро увидимся